Всем привет, друзья! Сегодня тренировка для стоп с собственным весом. Это очень классные, простые упражнения, которые принесут вам максимум результата. И я думаю, вы будете после них себя чувствовать намного лучше. Уделите особое внимание упражнениям от плоскостопия. Многие на самом деле имеют данную проблему, даже о ней не подозревая. Посмотрите на свою обувь. Если вы стаптываете внутреннюю часть подошвы, то это значит, что одна или обе стопы у вас уже завалены и у вас плоская стопа. И это не очень хорошо сказывается на всей структуре тела. Поэтому данные упражнения я вообще рекомендую делать в принципе всем. Они занимают мало времени, но результат дают потом очень хороший. И во время других тренировок у вас результативность будет увеличиваться. И в общем состояние будет намного лучше. Особенно классно будет заниматься тем, у кого болят суставы, колени, бедра, стопы, собственно, сами, шпоры, да, кто имеет. А также особенно актуально данные упражнения будут для тех, у кого есть косточка возле большого пальца. Это прям must have. Делайте, занимайтесь, потом тейпируйте, убирайте все каблуки, носите широкую обувь и вы увидите, насколько у вас будет улучшаться там вообще вся картина. Делайте аккуратно, в пределах своих амплитуд, может быть меньше раз, да, начинайте с малых, количество малых повторений. И тогда все будет хорошо. Так, я надеюсь, меня видно. Смотрите, с чего мы начинаем, да. Начинаем обычно с самомассажа. Все равно не могу его упустить, не показать. Хотя бы самые элементарные вещи, да, по типу размять себя пальчиками, да. То есть это то, что максимально актуально должно быть. И положить пальчики в пальчики, да, пальчики между пальчиками. Тоже вот такой вариант сделать, да. Это то, что просто обязательно мы делаем перед каждым занятием со стопой. То есть одну, вторую стопу мы таким образом проминаем. Опять пальчики между пальчиками. Хорошенечко прям вставили, прокрутили. Супер. Теперь мы стоим, вот просто встали, поднимаемся на носочки. Носочки отрываем. Плюсно, да, там где вот подушечки под пальцами, остается всегда на полу. То есть мы то на нее остановимся, то ее немножечко как бы разгружаем в другую сторону. Встали. Обратно. Встали сюда. Обратно. То есть она не отрывается от пола. Еще пару раз. Отлично. Теперь пробуем. Давно не делала, не знаю получится или нет. Большие пальцы отрываем, остальные стоят на полу. Теперь большие пальцы остаются, остальные поднимаются. Раз. Два. Большие, остальные. Большие, остальные. Отлично. Еще несколько раз. Если вдруг у вас не получается, делайте, не спешите, поставьте на паузу. Попробуйте вот так вот зафиксировать пальцы и оторвать их. Потом эти зафиксировать, оторвать эти. Да? То есть так мы учимся это делать. Потом разработаете, и будет все получаться. Угу. Вот. Отлично. Хорошо. Теперь переминаем. Такое то на одно ребро, то на другое. Находим. Так вот, даем вес прямо сюда. Хорошо. Сгибаем одно колено, второе. Теперь самое главное здесь упражнение, которое я хотела показать. При плоскостопе. У меня у самой одна стопа заваливалась раньше вовнутрь. Это было видно при ношении обуви. То есть хорошо, в общем, видно обычно это все. Также из-за этого могут появляться ушки на бедрах. Как галифе. Ну, не только из-за этого, но тоже как вариант. Смотрите, что нам важно здесь сделать. Мы берем сейчас и вот вжимаемся ребрами вот этой частью прям в пол. То есть вы можете присыгнуть колени. И вот прям вжаться так, чтобы вот практически на внутренней части вы не стоите. То есть нам нужно как раз включить вот эту наружную часть стопы. И расслабили. Опять включились. Расслабили. Теперь выпрямили колени. Прямо хорошо, хорошо так вжимаемся. И чувствуйте, как у вас вот здесь все поднимается и вплоть до бедра. Включается линия фасциально-мышечная. Прямо до бедра. Можно пошире сделать стопы. Еще взяли прям и расслабили. Опять взяли и расслабили. То есть мы сейчас активировали именно наружный вот этот свод. Супер. А теперь мы вжимаемся пальчиками хорошо. И представляем, как будто у нас вот здесь вот нам положили какой-то шарик, орешек. И мы то у нас расслаблена стопа, прям вот сюда плоскостопик, да, вот прям падает. То потом раз и поднимается. И вот здесь тоже свод стопы, вот этот, арка, да, она раз и вот так вот поднимается. Расслабилась, приподнялась, приподнялась, расслабилась. Вот то же самое, да, вот здесь. У меня прям видно. То есть это нормально, а здесь по это еще видно пока, что она такая чуть-чуть плоская. И вот мы с этим работаем, да, все вместе. Вот взяли и расслабили. Опять сделали арку, да, удерживаем ее пальчиками всеми. И туда, и вот сюда получается как будто бы такое движение, руками покажу, да, как будто бы я вот так вот немножечко стараюсь вот так сделать. Но я стою, и у меня хорошо включаются пальцы все, да, и вот эта арка. И наружнее получается вот эта часть тоже хорошо вжимается. Отлично. Еще пару раз. Может вы устали. Можно встряхнуть. Хорошо. И теперь еще немножечко по... Захватываем коврик. Вот таким образом. Хорошо. И обратно тоже стараемся уходить. Это посложнее. Ну, тоже пробуем. И еще туда чуть-чуть вперед так. Хватаемся пальчиками. Постепенно проходимся. Отлично. Еще одно упражнение. Для него нам понадобится мяч. Либо, ну, что у вас есть, что-то похожее, да, будет хорошо. Может быть носки там. Четыре пары свернуть в одну. Может игрушка какая-то есть. Вот мы держим так. И начинаем приподниматься. Нажимая на мяч, да, и опускаемся. Мяч удерживаем. Отлично. Пальчики можем приподнимать. Дополнительная нагрузка. Супер. И теперь можем приподняться. Это уже такое усложненное. И немножечко постараться оторвать одну стопу. Оторвать. Угу. Держимся. Можно за что-то держаться. Не держаться особо не за что, но... Пробуем. Но в идеале потом вообще не держаться. То есть, чтобы у вас именно стопа удерживала. Последний. Вот, собственно, и все. Вот такое занятие у нас с вами получилось. Я надеюсь, вам понравилось. Напишите свои ощущения после этого занятия в комментариях под видео. И также я напоминаю вам, что у вас всегда есть возможность присоединиться к моему онлайн-курсу по целостному оздоровлению и омоложению. Ссылка на анкету есть под этим видео. Вы можете ее заполнить. И мы с вами свяжемся. Жду ваши комментарии под видео. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok